Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Номер 429. События дня. Второе послание Коринфянам 17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я не случайно взял эпиграф, он на несколько недель будет стоять. Там свобода. Где свобода, там продвижение вперед. Где нет свободы, вот заход, это нельзя. Я бы говорю в основном это к священникам. Он бы хотел сказать, а цензура? Он не может сказать. Мы выставили материал огромный о цензуре, в царское время как было. Тысячи талантов были погублены. Цензура мирская, цензура духовная. И дать проверить, да где он будет. Вот мои книги дают, он взял только, посмотрел, полистал и решает. Да ты одну книгу прочитай, каждая книга 752 страницы. Множество снимков, 64 страницы фотографий. Что он может? 38 книг. И что он может за 10 минут посмотреть-то? Он даже картинки не может посмотреть-то. Нет, батюшка смотрел, он сказал, не наши книги нельзя. А как он узнал? Никак. Если ему только подсказал кто-то, видимый или невидимый. Вот и все. У нас это было такое. В городе Камин-на-Аби отец Павел борол книги и давал другим. А там у них настоятель, бывший парторг, руководитель коммунистов. Теперь он Николай Гордиенко. И вот там женщина одна, он называет ее Татьяна Хавкая и дал ей книги. Она начала считать и вернула. Почему? Священник сказал не считать. Нельзя. Игнатия Лапкина. Вот. А потом он как-то провинился, что-то, и архиерей решил его убирать. Эта женщина собирала подписи с народа, чтобы оставили им этого Николая Гордиенко, парторга этого, ставшего священником, ставшего настоятелем. А потом как-то ей дал отец Павел книгу для слова Божия не туз. Я и сам не знал. Это моя книга, она из одних документов почти. Она прочитала. К нему пришла такая восторженная. Так это его те книги были? Она говорит, ну да, давай обратно книги. То есть, так ой-ой-ой, что я наделала? Да я же теперь увидела, что священник-то не такой. Да он не крест, да только деньги, деньги. Что я наделала? То есть, вот эта книга для слова Божия не туз, с этой неведомой женщиной, я стал говорить, это как ключ к остальным книгам. Вот как бывает, даже сам этого не знал. Ну, вчера день такой был, что ничего почти не записал я, потому что записывал на сведения, что отца Акима... Считаем, что? Так, за 13 февраля 2017 год отца Акима везли в больницу, сделали ночью операцию, аппендицит с 12.02 на 13.02.2017 года. Пишет Рустам Гусейнов, мед для уст, ваши слова и наставления в учении. Три восхитительных знака. Так, кто-то пишет, дураки, самая мощная организация во всем мире, на всем земном шаре. У них всегда и везде есть свои люди. Никогда бы не додумался так сказать. Райхан Загидулина. Каждое утро начинается с гимна во свете Библии. Слава Христу. Ну, Библия... Вот видите как. А кто-то стал говорить, а она там как плесовая, такая музыка-то. Тамара Селиванова. Люди, да чего же темные, просто диву даюсь. Пишет один, музыка на гимн от лукавого, хоть в пляс иди, лишь бы языком брякнуть. Пишут люди, совершенно не задумываясь. Ну и иди в пляс, что же в этом плохого, если душа просит. Главное, чтобы чего плохого не запросила. Ну, я сейчас просто закрою это, уберу. А где у нас этот гимн находится? Ты не знаешь где? Нет. Нигде, да? На сайте есть, на страничке главное. Ну да, на сайте это есть. Здесь это есть или нет? Вот здесь нету, да, гимн? Под слово Г. Нету, да? Но где-то даже он есть, гимн. Авто, аудио. Документы. Даже не знаю где. Посмотри, помочь надо. Ну нажмите в поиск. Ну давай. Нажми. Куда, вот сюда нажать? Да. Поиск. Видите, я не ожидал, не ожидал о том, что... Ну что ты написал? Ты ты напиши гимн. Нет, в ниже-ниже. Может найдется еще. Гимн в воскресе и библии. И ниже-ниже-ниже. Какой-то аудиофайл, чтоб был. Ну это аудио есть. Нет, это вордовские все. Все файлы. Вордовские нет. Напиши аудио. Давай еще раз. Вот так. Вимн. Сайту. Нет, грубо по-другому. Как он быстро выбрасывает? Нету? Ну дальше напиши. Мачалин. Таба. Автор. Есть? Нету. А почему? Может быть написать надо аудио? Ну тут не так просто, что аудио. Аудио. Теперь. Гимн. Нету. Нету, нету. Ну а почему нету-то? Ну может без названия вообще он там где-то. Ну посмотри быстренько сейчас. Неохота бросать даже слово аудио у вас здесь где-то. Аудио. Ну нажмите где-нибудь на какую-нибудь папку, на любую. Нажмите. А? Нажмите на любую папку. Нажмите, да. Готовимся. Что это? Березонт. Где-то может. Нету, нету, нету. Нету, нигде. А тут нельзя зарядить, чтобы так быстро найти? Да быстро вот заходите на канал и все. На канал заходите и быстро попадает. Ну так где канал? Давай. Какой? Вот здесь? Куда? Того вниз. Главное. Ну проверить как. Ключи. Она автоматически даже поет. Ну тут видишь, что по-другому как-то. По-другому? Что-то еще добавить надо? Еще не знаю. У нас где-то есть в поиск найти гимн там или где-то нажать вот здесь. Еще нажать. Ну вот здесь нажать. Ну нажми гимн сайту. Вот, вот, вот на канал. Вот в канал. Ну вот видите, нашли все-таки. Послушаем. Да, здесь-то. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И сколько друзей о Боге ты не забывай Ты в жизни своей все преодолей Лишь Божьему слову взывай Оно тем сильней, сердце твое Звучит все ясней и ясней И вот свет соскал, вид ничего И в мире всем станет светлей Пошли в те библии, поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами гибрими, християми и дреми Идем мы в православные горы О свете библии, поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами гибрими, християми и дреми Ведем мы в православный бой Идем мы в православный бой Ну и что, тут дальше она три раза прокручивается С разными фотографиями Но я не нашел ничего тут предосудительного Ну люди так понимают Я не знаю как это Ну и что, ну ничего для нас очень важно Что батюшку взяли в больницу Вот такая болезнь у него Ну я сообщил кое-кому И вот пошли отзывы Вот посчитай какие Это событие дня Очень важное событие Поэтому как люди отреагировали Притом я специально сделал Вот это написал Не написал, помолитесь или что-то А просто уведомил Чтобы никто не говорил, что они не знали И вот что стали писать Александр Марьясов Игнатий Тихонович Я разговаривал с батюшкой Сказал, что все нормально у него Слава Богу нашему, аллилуйя Краснодар И он поговорил И нам сообщает сюда А я не звоню, чтобы не тревожить Дальше Наталья Долгова Дай Бог ему скорейшего выздоровления Это люди в соседней деревне живут Жена фермера Хорошие люди для нас Дальше Рахиль Загидулина Дай Бог, чтобы все прошло благополучно Буду молиться Алена Сайдуганова Спаси Христос Буду молиться и мужу скажу Спасибо, что сообщаете Игнатий Тихонович Роман Кучма Благополучно? Спрашивает Игнатий Лапкин Как будто бы да Василий Лапкин Да молимся о болящем Анатолий Помоги Господи Отцу Иакиму Лариса Викторовна Бижан Юрий Соболев Уже молюсь о выздоровлении батюшки Юлия Здравствуйте, Игнатий Тихонович Благодарим за сообщение Надеемся, что с ним все будет в порядке Встаем на молитву о здравии Храни вас Господь Там сразу встают Василий Гидуев Молимся о здравии Отца Иакима Красносвященник Александр Цихоцкий Молюсь за Отца Иакима Михаил Домнич Спаси Христос Наталья Чернова Надежда на Бога Будем молиться Владимир Галиндухин Мир вам Игнатий Тихонович Усилий молитву За болящего Отца Иакима Да благословит Господь Отца Иакима На труды Во славу его И дарует ему Доброго здравия Пусть хранит и вас Господь От всякого злого обстояния Молитвенно всегда С вами Спаси Христос Это люди Которые С нами Никого здесь нет Может быть Один человек Попадется С нами А это люди Приезжали Издалека Вот это С Екатеринбурга Другие С другой Республики Из-за рубежа Евгений Давыдкин Спаси Христос Да будет Воля Божия Здравия Помощи Божией И всех благ Отцу Иакиму А также Вашей общине И вам Игнатий Тихонович Благодаря вашим роликам И книгам Я уже не тот Что был вчера На многое Открылись глаза На истинное православие На истинную веру В Христа По слову Его Слову Божьему Только услышал Сразу все книги Купил Я вам отосал И сфотографировался С книгами Николай Быков Помоги Господи Отцу Иакиму В преодолении Страданий Его Упаси Господи От кончины Безвременная И без исповедания Грехов Им совершенных И коих Тебе Знаем о Господе Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Сохрани Отца Иакима От кончины Безвременный Я Это изобретатель Важный человек Он даже обещается Приехать Сергей Игнатов Господи Иисус И Христе Многомилостивый И ссы Раба Твоего Протаире Иакима Сохрани Его Для пасты Твоей И Его Святыми молитвами Помилуй Нас грешных Аминь Митрополит Феофан Молимся Галина Загуляева Знаем Молимся Юлия Третьякова Спаси Христос За информацию Нам сообщили Вчера днем Молимся Опять Два человека Которого наши Здесь Екатерина Тинникова Да Юлия Третьякова Потом Марк Калашников Марк Петрович Помолимся Александр Андрусенко Дай Бог Доброго здоровья Брату вашему Иакиму Ну я тут фотографию Одну выставил Можешь прочитать Название ее Вот Готовимся к миссии О Христе До Тихого И Атлантического Океанов На север Скандинавии И юг Турции Я не знаю Как делать так Чтобы на самой фотографии Это было написано Вот это Ну никак Вот фотография И А надпись исчезает А прямо Чтобы по фотографии Было записано Это когда мы Готовились ехать И вот Карта раскрыта Карта Пожалуйста Европа Вот я стою С лупой Не вижу Здесь стоят И кто поедет Шофера Батюшка стоит Специалисты Мы спрашиваем Кто может Помочь Какие Вот видите Какой снимок Остался Это у нас Трапезный Там сестры Все молились Какие прекрасные У нас Фотографии И прочее Ну и показать Наши ресурсы Очень люблю Я наш Мой мир Здесь многое у нас Стоит Вот так Мой мир Mail.ru называется Заходите Кристине 2 Здесь Можно написать Что-то Вот Большой ресурс Это Форум 1602 Две темы А может Даже чуть Побольше Вот Ему уже 7 лет Этому Форуму Вот Не туда Ткнул А у нас Еще есть Видеоканал Вот Он Большой Видеоканал 6500 Или больше Роликов Только 5300 Тысяч Посещителей И 6200 Подписчиков Немного Люди Заходят Смотрят Вот Ну и Самый Главный Большой Ресурс Он Может На год Старше 8 лет Ему Православный Библейский Сайт Здесь 50 книг Моим Голосом А у него Начитаны Златоус Жития Полностью Богатейший Материал Но Самое Ценное Из Самого Ценного Это Вот 4124 Ответа По темам Которые Я давал В университетах Там Везде Вот Мы Сейчас Идем По теме Царь Сюда Вот Сейчас Мы Уже Прошли Кое-что Теперь Я Копию Снимаю Ну и Сразу Находим Гордовскую Страницу Ее Надо Раскрыть Контуровое Вставить Ну и Опять Чтобы Можно Было Считать С 13 С Половиной На 20 Шрифт Перевести Ну а Теперь Я Прошу Брата Никиту Колесникова Считать Вопрос Вопрос 3968 28 Том Открытым оком Что за знаки Были найдены В комнате Где царя Николая Расстреляли Понимаете Какие вопросы У нас очень Люди Такие Хорошие На занятия ходили Это я его занятие В ГТУ Технический университет 21 тысяча студентов Это не два Не три Человека И прописара Приходили академики И епископы И священники И ФСБ И кого только не было Тут все проверено Вот И задают вопросы В записках Ответ Если бы молились О своей душе То увидели бы На стенке Иные знаки То есть я говорю Не о царе Как бы А то что там было Ему написано К нам Даниила 5.27 Текел Ты взвешен на весах И найден Очень легким Кавычки открыты Последние книги Священного Писания К апокалипсисе Иоанна Богослова Так говорится Об одном из признаков Главного врага Бога христиан Антихриста Откровение 13.18 Здесь мудрость Кто имеет ум Тот сочти число зверя Ибо это число Человеческое Число его 666 Святые отцы Православной Церкви Откровение 13.18 Я вначале сказал Святые отцы Православной Церкви Дали множество Тонких Духовных Истолкований Этого одного из самых Загадочных мест Откровения Люди Маломальски Знакомые Хотя бы С популярной Литературой О христианстве Или о сектах Сатанинского толка Безусловно Не раз Сталкивались С этими Тремя шестерками Возможно Из сообщений Прессы Кому-то Памятны случаи Когда Какое-либо Злое деяние Подписывается Этим числовым Символом Если же Кто совсем Мало знаком С этим Лучше всего Заглянуть В толкование Святых Андрея Кесарийского Ипполита Римского Мефодия Потарского Лактанция И познакомиться С книгой Нилуса Сергия Нилус Александровича Близ Есть При дверях Антихрист Как политическая Реальность Мы же Не мудрство И лукаво Обратимся К строгому Свидетельству Относящемуся К одному Из Величайших Злодейств Нашего века Из Протокола Кавычки открыты 1919 года Апреля 15-25 дня Судебный Следователь По особо важным делам При Омском Окружном суде Соколов В городе Екатеринбурге В порядке 315-324 Статьи Уголовного Суда Не знаю тут Установление Уголовного суда Производил Дополнительный Осмотр дома Ипатьева Я расстрелян Стал бы Садьба По осмотру Найдено следующее Опечатанная комната Обозначенная На чертеже Цифра 2 И есть та Где произошло Убийство Государя императора Николая Александровича И его семьи Ее внешний вид Соответствует Описанию ее В акте Сергеева Ну и листы Листы Дальше так Можно даже не считать Какой лист Дальше При настоящем осмотре Отмечаются Следующие обстоятельства На самом краю Подоконника Чернилами черного цвета Весьма толстыми Линиями Сделаны Одна Под другой Три надписи 24678 Ну дальше тут все А вблизи написано А вблизи написано Такими же чернилами И тем же почерком 87 888 А тут написано Надо видео Просчитать Я не понял 24678 78 Ру Года 1918 Года 148 467 878 Р А вблизи написано Такими чернилами 87 888 Расстояние Полувершка От этих Написей На обоях Стены Такими же чернилами И такими же Черными линиями Написаны какие-то знаки Имеющие следующий вид Смотрите рисунок редакции Комната Где произошло убийство Августейшей семьи Была так же Опечатана Той же печатью Судебный следователь Соколов Понятые Опыту расшифровки Каббалистической надписи Из четырех знаков Была Посвящена Специальная брошюра Некоего Энеля Жертва Энель дает Следующую расшифровку Четырех Каббалистических знаков Кавычки открыты Здесь По приказу тайных сил Царь был принесен Жертву Для разрушения государства А всем Извещаются Все народы То есть Это все делали Они старались Их выдвигали По священиям Масонские степени Но когда суд божий Придет на счет Они земли Это и такое не будет Все обгорелое будет И человек предстанет Опереться не на что И царь Тогда показан будет Кто он такой Убийцы предстанут Частное толкование Ее давали и другие Исследователи царского дела Роберт Вильтон Павел Пагануций Ликолай Рос Сергей Фомин Олег Платонов Работа Энеля Жертва Была впервые Обубликована В России В сборнике Царь Колокол В том же номере Сборника Напечатана статья Екатеринбургская Голгофа Под псевдонимом Михаил Михарлов Которая была написана Мной совместно С Щедриным Сейчас я не могу согласиться С рядом Теоретических Рассуждений Данной работы Привнесенных В нее Моим Соавтором Однако имеет Смысл Вспомнить Из этой Статьи Сопостановление Четырехзначной Надписи В Ипатьевском Подвале С аналогичной Криптограммой Опубликованной В еврейской Националистической Брошюре Лехи 12 февраля 1942 года В Тель-Авиве В результате Столкновения Между враждующими Еврейскими Группировками Был убит Глава группы Лехи Абрам Штерн По кличке Еир На месте Его убийства Была Оставлена Следующая Надпись Из четырех Знаков Которая В еврейском Прочитывается Как Никама Что значит Месть Любопытно Иллюминат 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 Почетанный Графом Графом Лекутле Декантеле Вот так дальше говорится Дальнейшие Дальнейшие Расследования Дали Более положительные Результаты Три знака Потребляемые Еврейскими Тайными Обществами В Германии Оказываются Взятыми Из староеврейского Самаритянского И греческого Алфавитов И обозначают Сердце Или в переносном смысле Главу Духовную Еврейский Знак Народную Самаритянскую Политическую Или государственную Греческий Ну как Этим точно Обозначается Такое лицо Как русский Царь Снимок Стены С надписью Показывают Цифры на подоконнике Написаны Такими же Чернилами И такими же Толстыми Линиями Лицом Стоящим У стены По-видимому В таком же Положении Сделана Надпись На стене Следовательно Ее нужно Читать Сбоку Ох Как важно Тогда Ясно Отмечается Греческая Ламбда Вероятно Точное Значение Надписи И таинственных Цифр На подоконнике Станется Временем Но из сказанного Достаточно Ясно Что надписи Сделаны Лицом Близко Знакомым С каббалистикой И так же Судя по почерку Лицом Обладающим Сильным Даже жестоким Характером Однако Предположение Роберта Вильтона В исследовательской И обзорной Литературе О Екатеринбургском Злодеянии До сих пор Слишком мало Уделено Внимание Цифровым Записям Сопутствующим Каббалистической Надписи Не исключено Что и символическая Буквенная Надпись Так же Обозначает Некое число С тремя Повторяющимися Цифрами Почему-то По сей день Эта шифровка Лишь упоминалась Либо воспроизводилась Без настоятельного Предложения Специалистам По цифрам По шифрам Должным образом Исследовать ее Собственно Постановке вопроса О крайней необходимости Изучить И расшифровать Эту цифровую запись И посвящена Данная заметка Ну и дальше Считать Я буду Как всегда Продергивать Страницы А прочитайте Как в Думе Как расследовали Вот такой простой вопрос Кажется задали Она в нем Сколько всего Мне приходилось Тогда все эти Интернета Не было еще Искать литературу В библиотеках Я иногда записан Был в двух Трех библиотеках Везде уже знали И помогали Работники Библиотек Когда я писал М1М5 Материал Про масонца С 14 лет Им занимался То нужно было Оформить Достать О записи Допустим Я говорю о Ленине Его записи Выступления Говорил об окончании войны Мне нужна была Прямая Как бы Трансляция оттуда Что говорил Жуков Оно было записано Ну и вот такое вот дело Почему так дорого Панатьеха была оценена Когда я стал требовать Чтобы вернули Или заплатили 11 миллиардов рублей Там очень И очень много было Я процесс выиграл Ну и вот дальше Прочитайте И теперь Я Эпиграф Даю К этому Ко всему Кому надо Кто интересуется Видите что То есть это Еврейский заговор был И они принесли Марко 1333 Смотрите Бодрствуйте Молитесь Ибо не знаете Когда наступит Это время Стих Довольным быть Сподобились не все И потому Шокует Недовольство Желание Перемен Расширенный Посев И критика Объекта Зависти Так хлестка Чем обладаем Это до Ноздрей Нам Одеяние Прикрыло Все же Наготу Тепла Достаточно Чтобы В мороз Согреть Конечно Есть богаче Кто пожирнее Жрут В довольстве Все Жизнь Не видя Продлят Проглоченное Лучше К выходу Пройдет Обман Бесчестность Обрастут Нолями На ближнего Легко Напустится Поклеп Нехватка Даже малого Чего-то Не даст Несчастному Счастливчиком Прослыть Он морщит Лоб И давится Заботой Со всех концов К нему Спешат послы Он осуждает Бедность Принародно И недоволен Всем Что есть Женой Отображается В глазах Друзей Уродом Что и сел В недовольстве Кто пожнет Ищите Царство Божие А с ним И правды И будет Пропитание Довольной Одежды Кто это Понял Неизменно Рады Иначе После смерти Ждет Зубовный Скрежет Когда доверишься В молитве Богу сил Не на себя Надеясь Надменно То не Помыслишь Лишнего Просить С уже добытого Снимает Только пенки Довольный Должен Быть Благочестив По слову Божия Испытан Многократно Легко Обидевшего Искренне Простит Да в бедному Не здесь Вернет Обратно От благочести До святости Лишак Кто во Христе За все Благодарит Таких Богатств И беды Не лишат Ему Завидуют Несчастные Цари То есть О чем Здесь Речь идет Написи На стене В Епатисовом Должен Царь Записи На стене В подвале Сейчас Пять минут Как будет Тогда покажешь Я еще там Захвачу Вот Теперь Мне даже Наблюдать Некогда Вот так Контрлс Беру Какие вопросы У нас были Очень серьезные Люди приходили Туда Как На занятия Записывали Все Я целые рюкзаки Переплетенной Бумаги не был Я доставал Переплетал Еще нажал Переплетал Большие Тетради Записные Большие Там Страниц По 300 И раздавали Ко мне приходили Студенты Кто И мы носили Туда Рюкзаками Раздавали Ну чистую бумагу Писать было Ни на чем Ничего Ходил Библиотеку Библиотеку Губернская Наша газета Краевая Алтайская правда Я договорился С директором Вот тоже Как желание Когда есть Тогда ты найдешь И в отходах Там они Отходов очень много Ты брал И носил Я посчитал Я жил И ходил Сколько Лет А потом Эту бумагу Переплетал Или отдельно В больнице Относил В прокуратуру В школу Разносил Я прошел расстояние 3400 километров Туда и обратно Ходить И полные рюкзаки Носил И в руках Конечно Это повлияло Мне и на позвоночник Потом я Операция была На позвоночнике Но Пришла Какая-то Такая установка Чтобы никто Чужой не заходил Ни в типографии Нигде Антитеррор Тогда какой-то Взрыв где-то был И всем отказали И мне отказали Хотя С директором Грохотом Владимиром Георгиевичем Хорошее отношение С инженером Проховьевым Ничего Говорит Не могу сделать Ну я говорю Я же беру Не для себя Я несу И в школу Там бумаги Не было Вообще Нигде бумаги Не было Разор был И вот я тогда Пошел Пошел Прокурор Украя Генерал-лейтенант Парасхуд Юрий Педорович Он пишет Что для Лапкина Сделайте исключение Ну думаю мало Пошел в законодательное собрание Там как-то Председатель Законодательное собрание Краевую администрацию Университет Подписывает бумагу И все это ему Он Директор за голову Схватился Там радиостанции Я пачку буквально Принес Ходотайство Которое Краевой суд Который знакомый был Он говорит Это целая акция Да иди ты бери Я говорит Уже не рад Что отказал Вот как бывает То есть У меня желание было Это желание Бог выполняет Желание Дальше Вопрос 3970 28 том Открытым оком Солженицын говорит Что близ Царя Николая II Были сплошные бездарности Так ли это Неужели никто Кроме Распутина Не предупреждал царя Что за последствия Могут быть От войны с Германией Чтобы он ее Не начинал Ответ Были конечно Но они все умные Мысли не подтвердили Писанием И вину видели в ком-то А не в себе Что назначение человека На земле в том Чтобы познать Бога И жить во Христе Об этом ни слова Ни у кого Ну представьте Такой вот вопрос Который вот В 1970-е Задали Осипову Будет он так отвечать? Ну маленько Прикиньте Смирнов Там которые Много везде Отвечает где-то Будут они ли так отвечать? Почему? Где Дух Господень Там свобода Они не свободны И это Андрей Кураев говорит Если Игнатьев Все равно Что о нем думает Говорят соборы Там наши Местные То для меня Не все равно Я говорю с оглядкой Что скажет епископ Вот и все Поэтому Что-то спрашивают От редакции От редакции Сегодня в рубрике Консервативная классика Мы публикуем записку Члена Государственного совета Петра Николаевича Дурнова Государю императору Николаю II Записка была подана В феврале 1914 года То есть еще до начала Первой мировой войны Этот документ Представляет собой Самое яркое доказательство Того факта Что монархисты Черносотенцы Прекрасно понимали Суть происходивших событий Видели их причины И угадывали последствия Правые были правы Но они к сожалению Были в меньшинстве Среди политической элиты Кануна революции Которая в целом Жаждала перемен Многие прозрели Когда вынуждены были бежать Из объятой пламенем страны Там на чужбине Поняли не то что На чужбине 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 Поняли не то что Монархист Дурнова Понимал еще в 1914 году Кавычки открыты Во всяком случае Если даже признать Необходимость Искоренения немецкого засилья В области нашей экономической жизни Хотя бы ценой Совершенного изгнания Немецкого капитала Из русской промышленности То соответствующие мероприятия Казалось бы Могут быть осуществлены Им помимо войны с Германией То есть видели Я сейчас просто покажу Тоже тормозите и считайте То есть это большой Огромный материал Просто огромный Ну задайте вопрос Они его не найдут материал Мне приходилось Лопатить и лопатить По библиотекам Тогда не было интернета Вот считайте Тормозите здесь Просчитайте Можете идти дальше Здесь очень и очень хорошо написано Что понимали Были люди Которые видели это Но к ним не прислушались Мы продергиваем страницы Чтобы кому надо Просчитает Кому не надо Пролистнет Это очень важный материал Повторяю Это ответ на вопрос Разбор всего Что было В промышленности В людях Кто такой дурно Петр Николаевич Он умер В возрасте Семидесяти трех лет В 1915 году Вот его биографию Тут даю А почему Зачем вы делаете Я очень уважаю Моих слушателей И кто был Старался Как мог Учитывая Что у меня нет Никакого Гуманитарного Или духовного образования Я всего этого Достигал сам Конечно Обращался к людям За помощью К профессорам Найти какой-то материал Нужно будет Прочитать сейчас Второе Паралипоминон 13.12 И вот У нас Во главе Бог И священники Его Не воюйте С Господом Богом Отцов Ваших Ибо Не получ Не учтите Успеха Вот так 24.20 Не будет Успеха Вам И как Вы оставили Господа То и Он оставит Вас Вот какие Места Надо знать Вы оставили Бога Оставили в России И церковь оставила А теперь Получаете Второзаконие 28.29 И ты Будешь Ощепью Ходить В полдень Как Слепой Ощепью Ходит В потьмах И не будешь Иметь успеха В путях Твоих И будут Теснить И обижать Тебя Всякий день И никто Не защитит Тебя Относится К этому Времени Ко времени Революции И проще Это редкие Такие места И просто Иезекииль 17.9 Скажи Так говорит Господь Бог Будет ли Ей успех Не вырвут Ли корни Ее И не оборвут Ли плодов Ее Так что Она засохнет Все молодые Ветви Отросшие От нее Засохнут И не с Большою Силой И не с Многими Людьми Сорвут Ее С корней Ее Вот Видите Какие Места Писания Их просто Ну не знают Люди Дальше Доверием Христа Я не был Обделен Из темноты Небытия Он вызвал Глаза Открыл Расширил Окоем Быть человеком Наделил Харизмой Уполномоченный Веру Вдаль Распространить Цель жизни Обозначил Жить с Иисусом Дал информацию С божественных Страниц Уверенность И низменность Курса И неизменность И неизменность Курса Неизменность Доверие Мое к Иисусу Безгранична И Он Ко мне Всегда Благоволит Все окружающее Изъяснил Он в притчах Дабы с неведением Я в глупости Не влип Доверие Будто солнце Солнце скрылось На прорву Променял Сокровища Всех благ Морские волны Как невелики Но бурный ветер Их развеять В силах Теперь же Отовсюду Кажут кулаки Тварь на Адама Смертного Запила То есть кулаки Все звери Львы Крокодилы Все против него Доверил верным Всемогущий Бог Помочь ему Сотрудниками стать Нести благою весть Закрыл щитом Крестом Голговским Милостью Христа Не оправдай доверия Уйти в затвор Помилуй Бог Такое окаянство Да не впадем Иначе выметит Как ссор За что и революция И дуракам тут ясно Так о чем речь идет Так Давай запишем Царь пишет Окружение царя Были ли добрые люди Были ли пророки Пророки Вот так Были ли пророки Я знаю одного То что было сказано Все Ушел кролик Это что это такое Утреннее Выскочило сразу Сколько Дальше Следующее Что-то не открывается Вот и все Больше нету ничего А почему не открывается Там Отключил интернет Или еще Все Пропало Ну на этом конец Значит Да Нету Все От нас не зависит Не горит лампочка Даже Все Подождем Давай Ну А все Закончить надо На этом Куда Давай Короче Спасибо вам Продолжение следует...